Мальчик одевается и подходит, а нет, он сидит еще, он сидит, оперся на руку, садится девочка рядом и начинает считать патсы у него на руке. Один, два, три, четыре, пять. А он руку не убирает и смотрит, зачем она его патсы считает, удивленно. Она посчитала эти патсы и говорит ему, а кто тебе в группе нравится? Мальчик посмотрел и говорит, Дима Зеленин, это его друг. Она смотрит на него и спокойно его поправляет, говорит, нет, это неправильно, мальчикам должны нравиться девочки, а девочкам должны нравиться мальчики. Кто тебе нравится? Этот мальчик подскакивает, топает ногой и говорит, Дима Зеленин, подходит к своему, и все, Дима Зеленин и все, топнул ногой, подошел и стал одеваться. Я вот посмотрела на эту сценку и удивилась. Дети одного возраста, но обратите внимание, как девочка себя ведет. Она не говорит открыто, я тебе нравлюсь или нет. Она сначала считает пальцем, мол, мы не лыком шито, до пяти мы считаем. Спрашивает, он не понимает, она его опять поправляет, что это неправильно, мальчикам должны нравиться девочки. Опять задает вопрос. И он на это получает конкретный ответ. Это пять-шесть лет. Я смотрела, я просто удивилась, думаю, ничего себе, вот она женская логика, вот она женский подход, такие, такие вот уже стратегии. Вот, ну, так вот, я повторяю, вот эти вот ситуации с раздеваниями, девочки могут это так тонко сделать. Чаще всего начинают девочки, но потом девочка, девочки обычно находятся в стороне. Поэтому у кого сыновья, не набрасывайте сразу, а просто эту ситуацию проясните и постарайтесь ее разрешить достаточно, ну, по-взрослому, и чтобы она осталась позади. Потому что это очень тяжелый момент в развитии, и надо правильно его пройти. Некоторые проходят без него, но вот кто с этим столкнулся. Еще один момент, который тоже важно сказать, это в этом возрасте, тоже обращаются некоторые родители, приходят, буквально плачут и говорят о том, что дети, дошкольники, 5-6 лет, детский анонизм. Эта ситуация еще пострашнее. Какие могут быть причины? Причины могут быть различные. Сначала нужно, дошкольники, сначала нужно обратить внимание. Это могут быть различные заболевания, например, глистные инвазии, глисты. Это может быть такая ситуация, когда кровь застаивается в тазовой области. Из-за чего? Может быть, тесная одежда. Тесная одежда. Экономят или по моде там утягивают ребенка. Так, что либо пища с очень такими приправами острыми, либо частые запоры, когда кровь застаивается. Другая причина – это может быть кожные заболевания, сопровождающиеся зудом. Другая причина – это может быть воспалительные заболевания половых органов. То есть, это все посмотреть. Если этого у ребенка нет, то есть, эти причины могут быть, их вылечить надо обязательно. Но никаких этих причин нет, у ребенка анонизм. У психологов, у детских психиатров очень часто они говорят о том, что ребенок, дошкольник, уходит в анонизм, как реакция, невротическая реакция на частые конфликты в семье. И рекомендуется в этом случае, чтобы родители изменили свои взаимоотношения для того, чтобы у ребенка прошел анонизм. Это тем родителям, которые часто ссорятся. У ребенка может быть и такая реакция. Это может быть, если кто не знает, вот так я для вас говорю. Так, ну это вот по дошкольникам. Я специально говорила достаточно подробно о дошкольном возрасте, потому что он базовый. То есть это такой этап, когда очень легко сбить пол ребенка, когда можно очень много наворотить ошибок. До шести лет, до семи лет это еще можно исправить. После семи лет это исправить очень сложно. Очень. С большими слезами. Так, теперь, наверное, мы все-таки успеем сегодня поговорить еще о младшем школьном возрасте. Ну, попробуем до подростков, не знаю, сегодня дойдем или нет. Так вот, о младшем школьном возрасте. Малыши идут в школу. Опять-таки, психологи изучают, задают вопрос. Мальчики и девочки, кто лучше привыкать в школе, кто легче адаптируется, кому тяжелее привыкать в школе? Есть такие исследования или нет? Есть. Есть исследования, я специально здесь... У меня, к сожалению, с собой нет этой книги, я бы вам показала, я просто отсерокопировала для себя. Кто психолог, кто учителя, кто профессионально занимается этой проблемой. Я обращаю ваше внимание, есть замечательная книга, авторы Еремеева и Хризман, это детские нейропсихологи. В Санкт-Петербурге они живут. Еремеева, В.Д. и Хризман, Т.П. Мальчики и девочки, два разных мира книга называется. Она вышла в Санкт-Петербурге в 2001 году. Очень интересная книга, потому что там подобраны такие исследования нейропсихологов. Именно по различию мальчиков и девочек на разных ступеньках развития, в том числе по школе. Очень интересное исследование. Так вот, они обращают внимание на что? Они говорят о том, что очень интересно посмотреть, что все прекрасно понимают. По строению тела мальчики и девочки отличаются друг от друга. По весу мальчики и девочки отличаются друг от друга. Нейропсихологам известно по строению мозга, отличаются друг от друга. Но когда даются стандарты возрастные, то даются стандарты бесполые. Не для мальчиков и для девочек отдельно, а просто по возрасту. И они говорят, что это просто, конечно, это очень странно. Это ненормально. потому что мальчики и девочки, они взрослеют по-разному. Так вот, поступая, что школа из себя представляет? Когда девочки идут, мальчики и девочки идут в школу, они попадают совершенно в другую среду. Эта среда более жесткая, более требовательная. Не то, что было в детском саду, не то, что было дома. И дома, в детском саду можно было больше играть, можно было больше, было больше свободы. В школе гораздо больше требований, больше обязанностей, ну и появляются уже свои права. Потому что когда ребенок учится, чтобы ему никто не мешал, ну уже более жесткий распорядок дня. Так вот, если посмотреть, мальчики и девочки, кто из них больше готов к школе? Ну вот, эти авторы, они говорят о том, что все-таки по большинству исследований можно говорить, что девочке легче адаптируется к школе, девочкам легче обучаться в школе. Почему? Мальчики и физически к моменту поступления в школу от девочек отстают примерно на один год. Вы обратите внимание, они и внешне, они поменьше, девочки покрупнее, физически более развиты. У девочек, я вам говорила, лучше развита речь, а в школе приходится говорить много. У девочек очень, девочки очень ориентированы на общение, в школе надо общаться. Девочки очень ориентированы на норму, на поведение по образцу, а в школе это сложное поведение по образцу. А мальчики, они более подвижны, они более независимы, им надо гораздо больше что-то самим изучать. Вы обратите внимание, дошкольники, дети, вот мальчику у девочки покупают игрушку, девочка сначала начинает внешне смотреть и как-то украшать, а мальчик сразу старается ее взломать и посмотреть, что изнутри. Почему он даже не успел с ней поиграть, он сразу начинает ее вскрывать. Почему? А потому что у мальчишек у них совершенно другой подход к жизни. У них развито вот это вот мышление, оно логическое, пространственное, им нужно сразу найти причину, а почему, а что там внутри. И поэтому, когда мальчик идет в школе, ему и надо, он хочет совершенно другое, ему надо сразу по сути. А тут эти все правила, сиди прямо, ходи, по стандарту, по звонку вставай, садись, не бегай, не прыгай, не шевелись, он как в тисках находится. То есть школа у нас, она больше приспособлена, ориентирована больше на женское поведение, чем на мужское. И мальчиков начинают всячески подгонять именно под мужское, под женское поведение. Кроме того, у нас сам стиль преподавания настроен на обучение по образцу, это женский стиль обучения. Мужской, им надо что-то открывать самому, им нужно что-то самому находить, тогда это интересно.